лютой дичи вам в ленту ребята всем известно что китайцы очень любят делать копии копии известных брендов копии известных смартфонов копии копии известных смартфонов они подделывают все айфоны корейские самсунги китайские сяоми и так далее и тому подобное в общем все что можно более-менее выгодно продать естественно тут же подделывается более бюджетно и все это вываливается на различные маркетплейсы типа алиэкспресс бывает даже на наших зонах там волберис и так далее и тому подобное естественно маркетплейсы с этим как-то борются чтобы не терять свою репутацию но тем не менее подобные товары просачиваются я в начале года стал обладателем вот такого вот самсунга с 21 его продавали на алики по акции я решил себе сделать подарочек на новый год и спустя какое-то время наткнулся на том же самом алиэкспресс а вот на такой вот интересный смартфон модель с 21 8 гигов оперативки 256 гигов постоянной памяти и дисплей в 5,3 дюйма и стоил он при всем при этом порядка пяти тысяч рублей я решил заказать давайте будем смотреть что же здесь приехала насколько заявленные характеристики будут соответствовать реалиям и вообще что из себя представляет этот самый смартфон я подозреваю что это полнейшая лютая дичь одна коробка без какого либо упоминания хоть чего-нибудь на это намекает откровенно так и здесь у нас телефон гляньте любовно запакованный в пупырочку чтобы за время доставки с ним ничего не случилось мне кажется коробка ему немножко велика у вас нет такого ощущения видимо от старшего брата позаимствовал так в комплекте у нас значит здесь держатель золотистый а телефон черный флешка на 32 гигам опять же полнейший но нейм непонятно что за флешка какого она качества ладно далее наушники вы посмотрите ребята проводные наушники вот это да вот это комплектация барская просто ой какая лютая дичь на уж наушники кстати под стать смартфоном тоже голим и на нейм кнопочка микрофончик ой красота так микро юсб кабеля для подзарядки адаптер питания маленький легонький всего на 1 ампер 5 вольт 1 ампер далее в комплекте в том числе чехол слушай но все 33 удовольствия те за 5000 рублей ладно весь этот хлам мы убираем в сторону давайте смотреть что у нас с телефоном и похож он на с 21 от samsung хоть чуть-чуть то да 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 о боже мой господи welcome to 2017 жесть конечно слушайте аукетель си 18 вот что-то из этого разряда понятно что ничего общего ну кроме отдаленно напоминающего дизайна самсунгом данный телефон не имеет только вот блок камер китайцы расположили приблизительно одинаково и все задняя крышка это вообще жизнь какая-то слушайте какие тут чудесные наплывы отпечатки собирает я не удивлюсь если у него еще и крышка задняя снимается ну-ка давайте попробуем да точно здесь при желании если он завис а можно сдернуть батарейку тадам 4950 миллиампер час литье он красота так да давненько я подобного творчества в руках не держал я говорю в свое время где-то по моему в году 2016 2017 я таскал с алика различные аукетели бюджетная они тогда стоили что-то там в районе трех по моему 4000 рублей с разным количеством памяти там на 1 гиг на 2 гига и я их тогда показывал но это было так давно конкретный флэшбэк какой-то в голове что же давайте включим давайте это творчество включим посмотрим она хоть запустится нет хотя те же смартфоны включались welcome welcome to aliexpress так что у нас здесь снизу снизу нас разъем динамика разъем микрофона сверху у нас мини джек микро юсб для подзарядки тут у нас кнопка включения качелька громкости и всем сканера отпечатка тут естественно нет разблокировки по лицу тут конечно тоже нет nfc тоже нет сто процентов запустился достаточно шустро запустился так дисплей унылая какаха прям откровенно смотрим характеристики так языки меняем его сразу на русский чтобы все было по красоте готово о телефоне значит версия android 11 модель с 21 процессор мтк 6889 если мне память не изменяет это процессор 2019 года но а могу ошибаться если не прав поправьте в комментариях что же он давайте подключим вай фай и поставим сюда парочку приложений чтобы посмотреть характеристики данного устройства пока загружается парочка моментов сразу после того как я купил данный смартфон продавец этот товар со страницы убрал такое ощущение что у него вот одна штука была в наличии он ее продавал сейчас даже страницы это не существует поэтому ссылку на него я оставить к сожалению ну или к счастью не смогу один черт я не рекомендую ни в коем случае покупать подобное творчество потому что да это было актуально лет пять назад сейчас конечно такие смартфоны но я не знаю это вот в наказание ребенку просто подарить он мучился за плохое поведение у меня потому что вот есть samsung это по моему а 01 вот такая вот моделька интересная я тоже ребенку его купил перед тем как она пошла в школу и полгода я наблюдал за тем как ребенок с не мучается потому что он тупил просто люто во всем вот буквально даже в ватсапе загрузка каких-нибудь там картинок еще чего-нибудь и он прям жестко начинал лагать и не говоря уже о том что сюда нельзя было накатить какие-то там игры или еще чего-нибудь просто вот железо не вывозит поэтому в итоге я и там купил бы ушный телефон помощнее а этот вот валяется никому не нужный как бы и вот это вот примерно два брата акробата так что у нас здесь далее ну включайся ой боже как он тупит я его кстати когда покупал думал что он будет внешне ну копии samsung с 21 но к сожалению китайцы решили по-другому и так что у нас здесь по системе давай открывайся господи производитель волком плата galaxy s21 ребят посмотрите мтк 6889 как я и сказал азу 512 мегабайт понимаете а тут написано 8 гигов и 256 а постоянной а по факту здесь 512 мегабайт а памяти всего памяти доступно 200 256 гигов да ну не может быть нет не поверю скорее всего программ на эту цифру нарисовали то в курсе как можно проверить реальную память смартфона потому что ну ну явно нарисовано не может быть такого так центральный процессор у нас 28 нанометровый техпроцессор красота 10 ядер с максимальной частотой в тысячу один мегагерц понятненько понятненько так что у нас здесь еще отображение сети батарея батарея открывайся сейчас я тебя поставлю на зарядку 5000 миллиампер часов дисплей 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 разрешение дисплей 480 на 854 пикселя 240 dpi плотность чистота обновления 69 герц ух вообще просто пушка бомба устройство устройство ну что ж ты и феерии ко всему этому делу является камера в 1 и 9 мегапикселя прям вообще шик блеск красота передняя камера а в 0 3 мегапикселя еще круче что-то мне подсказывает что оптического стабилизатора в данном смартфоне нет да прям настроение с утра поднялось не на шутку так что-нибудь камера давай попробуем что-нибудь с фото тут так 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 ну ты запустишься сегодня привет это я привет эта камера так боже мой вы поглядите на эти тормоза автофокуса тут явно нет ручного фокуса тут походу тоже нет да ну что такое я не могу сфотографировать у меня все получается смазан так нажали подождали черти сколько вернулись вот вот такая вот прям картиночка получается жесть да в общем ребята вот такой вот чудо смартфон опять занавесился зараза в общем все сложно у этого телефона пол гига оперативы это вам не шутки это надо очень сильно подумать прежде чем запустить какое-либо приложение прям он тормозит тормозит конечно жестко жестко тормозит в общем сейчас держа в руках сие творчество китайской инженерии я конечно понимаю что он даже 5000 тех не стоит который я за него заплатил цена тут ну рубля два с половиной от силы это вот прям потолок наверное за него как тут что-нибудь закрыть вообще